я вас категорически приветствую в этом выпуске легализует ли в россии пиратство тупец евросоюза и разъемы тима кука последние нанометры nvidia а также microsoft запретил русским обновлять винду и мы немедленно переходим к новостям высоких технологий воистину наступают последние дни на сей раз об этом сообщил не абы кто а цельный президент и основатель компании nvidia дженсен хуанг он заявил что индустрия полупроводников уже вплотную подошла к пределу физических возможностей видеокарты geforce rtx 40-го семейства построены по четырех нанометровому техпроцессу а дальше говорит уменьшать транзисторы практически некуда это чё такое деется за визит взволнованный игорек это чё теперь пятидесятых geforce of не будет что ли мой юный друг не беспокойся и не переживай конечно nvidia ни за что не оставит тебя без новых увесистых видеокарт и от денег твоих хуанг так просто не откажется рубить бабло никакие законы физики помешать не могут просто в будущем утверждает дженсен к разработке видео чипов привлекут так называемый искусственный интеллект который поможет создавать новые материалы и технологии для могучих видеокарт следующих поколений особенно хуанга радует что при помощи нервных сетей можно строить цифровые модели микрочипов и виртуально тестировать он ее что значительно сэкономит время на разработку новых видео не надо уже транзисторы делать меньше надо те что есть заставить работать как следует так что дженсен смотрит в будущее с оптимизмом и чё ему грустить когда такие маленькие транзисторы приносят такие большие деньги а вот еще немного про электронную промышленность в этом году наше богоспасаемое отечество столкнулась со множеством поразительных открытий в том числе по линии импортозамещения вот казалось бы лет десять об этом самом замещении орали из каждого утюга и вдруг оказалось что с производством отечественных смартфонов роутеров и даже мопедов известного типа у нас серьезные проблемы к таким неожиданным откровениям можно добавить ну разве что известный анекдот про индейца по кличке зоркий сокол государевы люди сперва конечно тоже изрядно удивились надо же говорят как интересно то получилось и тут же постановили что ситуацию спасет параллельный импорт ну то есть закупка товаров в других странах без согласия правообладателей что позволит избежать дефицита хотя бы по части потребительской электроники даже если она станет несколько дороже ну и только только все на бумаге наладилось как вдруг из реальности снова начали поступать тревожные сигналы говорят доля брака среди комплектующих из этого параллельного импорта выросла с двух до приготовься 40 процентов 40 процентов брака ибо цепочки поставок удлинились количество посредников выросло а контроль качества наоборот скатился известно куда и сошел на нет к счастью было немедленно подготовлено решение и этой проблемы понятно тоже на бумаге родилась концепция нового нацпроекта в области электроники заниматься им начали аккурат с февраля этого года согласно ему на развитие отечественной электронной отрасли за ближайшие 7 лет планируется потратить не менее трех триллионов рублей но прежде чем начнут поступать свежие триллионы хотелось бы конечно узнать а вот те кто двумя руками без устали замещали импорт последние десять лет они как поставленные государством задачи выполнили указанных целей достигли и при этом все сделали правильно и если что-то пошло не так виновных выявили и уже наказали ну да чего там уж теперь то надо понимать уж теперь то все пойдет совершенно иначе с новой концепцией импортозамещения к 2030 году наша электрическая промышленность бурно расцветет жизнь граждан кардинальным образом улучшится ну а мы переходим к другим санкционным новостям для разнообразия к приятным microsoft накатил первую крупную обновку на windows 11 ну и разумеется в таком ответственном деле не стал нарушать славные корпоративные традиции так что благодарные пользователи встретили апдейт не менее традиционным хоровым жалобным воем прежде всего в обновленной винде сломалась поддержка видеокарт nvidia но с другой стороны ну кто ими пользуется подумаешь 80 процентов рынка нашли из-за чего шум поднимать еще интересней получилось с продукцией другой небольшой компании intel винда после апгрейда приобрела стойкую аллергию к звуковым драйверам смарт-саунд для процессоров 11 поколения и теперь владельцы таких порцов издают звуки самостоятельно издают очень громко и в основном понятно не цензурно ну это когда винда показывает синие экраны смерти что тут можно сказать постоянство признак мастерства приятно знать что во всем многообразии нашей беспокойной жизни в этом бурлящем море событий и всякого говна где-то есть островок стабильности на котором все всегда по старому то есть как положено но как говорится есть один нюанс в рамках очередных санкций майкрософт взял и отключил возможность официально скачать и установить такое полезное и надежное обновление всем российским пользователям ну видимо предполагая что это нанесет чудовищный урон российскому айти сегменту ну будем надеяться что он у нас крепкий и такую коварную атаку выдержит с честью то есть всем откровенно плевать а мы переходим к новостям мобильного рынка третьего дня европарламент принял закон по которому смартфоны планшеты и масса других гаджетов которые продают в странах ес должны быть оборудованы портом юсб тайп си в родной стране его ласково называют тупец начинание безусловно толковая во первых тупец гораздо удобнее остальных видов юсб которые приходится вертеть неизменно по три раза пока они нужной стороной не встанут а тупец не такой он уверенно заходит с первой попытки тупец молодец а во вторых вот конкретно вот это даже реально похоже на заботу об экологии в каждой квартире наберется мешок гаджетов и ворох разнообразных адаптеров которые сперва дружно путаются под столом а потом десятилетиями разлагаются на свалках но теперь наконец-то появится одна зарядка чтобы править всеми ну в общем казалось бы живи да радуйся повода для огорчений нет но вот известная корпорация apple от такой новости не в восторге у нее ведь еще столько идей и патентов осталось хоть каждый год разъемы меня это клади их в коробки с айфонами то вынимай продавай отдельно think как говорится different но ты знай что никакого ажиотажа и мега распродаж техники с неправильными разъемами в ближайшее время ожидать не стоит новая норма вступит в действие не раньше 2024 года и на старые модели распространяться не будет любопытно что в следующем году сотворит тим кук пойдет ли на сотрудничество с администрацией поставит ли в айфоны тайп си как уже сделал в айпадах или ловко выкрутиться и придумает какую-нибудь стратегическую хитрость будем посмотреть ну а теперь чё там за история с легализацией пиратства в россии но сперва дай-ка посмотрим чё там сегодня попало в цепкие лапы когда встает вопрос подыскать себе новые наушники многие привычно вбивают в поисковик название известного бренда вот только ценник который заряжает apple нравится далеко не всем но если обратить свой взор не на запад а прямо в сердце россии в гостеприимную солнечную тюмень там можно отыскать беспроводную альтернативу причем по цене в три раза ниже за 5000 рублей речь о наушниках тюменского бренда cg pots которые руководствуются принципом реальной ценности это когда в стоимость включены исключительно полезные функции и необходимые комплектующие чтобы пользователь не переплачивал за модный бренд дорогую рекламу и пафосную упаковку вот например в классических моделях cg pots есть влагозащита в них можно принимать душ и даже плавать в бассейне с ними от этого ничего не случится а вот у airpods такой влагозащиты нет так что даже обычный дождик представляет для них опасность тюменские наушники поставляются в прочном кейсе из авиационного алюминия кейс выдерживает до 220 килограммов нагрузки даже если на него наступишь или он вдруг случайно попадет под твое авто с наушниками ничего не случится для сравнения хлипкий пластик рассыпается под нагрузкой 80 кило в ушах cg pots и держаться крепко даже если будешь зверски трясти башкой аки дикий лев они из ушей никуда не денутся бегать за выпавшим ухом по лестницам не придется такое крепкое сцепление обеспечивает грамотная развесовка наушников гаджеты не жмут в ушах и не вызывают раздражение носи хоть целый день микрофон cg pots позволяет вполне комфортно общаться даже если говорить приходится в людных и достаточно шумных местах автономность у наушников тоже солидная живут они до 24 часов вдали от розетки все модели cg pots представлены как в белом так и в черном цветах а продаются они только онлайн без накруток розничных сетей по цене в 5000 рублей прямиком от производителя к пользователю гарантия год в случае брака или поломки наушники просто заменят на новые доставка в любой город россии белоруссии и казахстана за пару дней выбрать тюменские наушники можешь по ссылке под видео ну а по специальному коду получишь скидос в 200 рублей на 1 декабря намечен финал кибер арены это кто не в курсе интеллектуальное шоу посвященное вопросам информационной безопасности в ходе которого 4 команды спецов безопасников посоревнуются друг с другом в решении разнообразных заковыристых задач следить за мероприятием можно будет из любой точки мира для этого организуют онлайн трансляцию хочешь узнать больше зарегайся на сайте кибер арены и разумеется не пропусти начало шоу а если ты уже специалист со стажем и рассчитываешь завести полезные связи в сфере информационной безопасности и айти индустрии ну тогда конечно лучше посетить кибер арену лично благо проходит она в москве а билеты можно купить все потому же линку под видео среди участников ожидается айти руководство крупных российских компаний представители профильных госструктур ну и множество других интересных гостей вне зависимости от того как лично ты хочешь посмотреть кибер арену регистрироваться лучше сейчас ссылка под видео на нее уверенно жми ну а теперь какие горизонты открываются перед отечественными пиратами ну или скажем перед нашими благородными каперами третьего дня зампредседателя госдумы по экономической политике артем кирьянов выступил с неожиданным предложением надо горит кирьянов обеспечить наших граждан контентом которого нас лишили западные правообладатели а для этой цели надо говорит организовать отдельную госструктуру автор идеи пояснил что это не должно быть стихийное действие когда кто во что гораст кто что смог украсть скачать и потом показывать это должен быть уполномоченный орган который будет собирать контент централизовано далее зампредседателя думского комитета сказал что люди так или иначе контент увидят но говорит было бы неплохо такой полезный процесс контролировать и еще надо сделать так чтобы граждане платили не западным издателям а родному государству депутат кирьянов считает что механизм интеллектуальной собственности создавался чтобы развивать культурное взаимодействие а не сокращать его ну тут никто не спорит культурное взаимодействие это безусловно крайне важно но все же механизм защиты интеллектуальной собственности был создан западными правообладателями в первую очередь для того чтобы зарабатывать и сберегать свои деньги в этом его смысл поскольку музыка фильмы и книги это при капитализме прежде всего товар именно поэтому с пиратством в том числе и с цифровым по всему миру ведется ожесточенная борьба вовсе не потому что пираты мешают развивать какое-то там культурное взаимодействие ну а кроме легализации пиратства государевы люди говорят и о по-настоящему актуальных задачах например о том что надо оказывается подумать об импортозамещении по части аудиовизуального контента вот вроде все это было очевидно лет двадцать пять тридцать назад именно этим и надо было заниматься все эти годы производством собственного оригинального контента и размещать его на российских же площадках рутуб напомню появился через год после запуска ютуба ну и где теперь youtube и где теперь рутуб вроде очевидно всем а ведь именно теперь когда развлечений из-за бугра стало меньше можно и нужно было бы нарастить собственное производство ну для этого было бы неплохо обратиться к профессионалам которые могут и умеют создавать что-то интересное а не заливать бюджетными деньгами либеральную творческую тусовочку которая на эти деньги в очередной раз обдаст струей жидкого кала родную страну и историю в общем пока что талантливым и перспективным творцам приходится организовывать площадки для вещания самим ну вот например лично у меня есть сайт опер точка ру где публикуется масса отличных роликов есть раздел вип доступный по подписке где тоже есть на что посмотреть хочешь новых роликов с гоблином смело заходи и подписывайся а на сегодня все до новых встреч а 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 и а а а Субтитры создавал DimaTorzok